Актуальная тема продолжает эфир канала Тагил ТВ о том, как, образно говоря, себя чувствует наша городская казна. Сегодня поговорим с заместителем главы администрации города по финансо-экономической политике Алексеем Бурдиловым. Алексей Владиславович, рад вас приветствовать. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители. Алексей Владиславович, ну прежде, конечно, хотелось бы услышать, как закончили прошедший 2020 год, бюджетный год. Предварительные итоги подведены какие-то уже по расходам и доходам, по доходам и расходам нашей казны? Да, предварительные итоги, конечно же, уже подведены. Правильно вы говорите, что это предварительные. Город сейчас находится в процессе сдачи бюджетной отчетности Министерства финансов Свердловской области. Идут постоянные корректировки в рамках подготовки отчетности. Но о предварительных итогах, конечно же, уже можно говорить. Да, год все-таки был тяжелый. Но тяжелый в той части, что в ходе исполнения бюджета мы, ориентируясь на экономическую ситуацию, уже предпринимали меры и, соответственно, корректировали бюджет, в том числе, на уменьшение доходной и расходной части бюджета. Все это позволило нам в декабре на последней корректировке бюджета уже окончательно утвердить, скорректировать доходы бюджета под тот прогноз, который мы ожидали по окончанию года. И исполнение бюджета у нас по доходам оказалось чуть-чуть выше, чем запланировано. Буквально на незначительные цифры. Но если мы планировали бюджет исполнить на уровне 15 миллиардов 944 миллиона по доходам, то исполнили его 15 миллиардов 497 миллионов. И исполнение на уровне 97%. Но вот эта вот разница между 5,944 и 5,497, это мы говорим те межбюджетные трансферты, которые должны были в город поступить на проведение реставрационных работ по заводу управления Демидовых. То есть вот этот межбюджетный трансфер к нам не поступил. А самое главное, что налоговые и неналоговые доходы, то есть наши собственные доходные источники, они оказались исполнены на уровне 100,7%. То есть, грубо говоря, 100%. То есть какие доходы мы хотели собственные получить. Это то, что собственные переживали, да. Да, именно за них переживали. Это наши налоги, это наши неналоговые доходные источники от использования муниципального имущества. То есть вот эти доходы мы получили в том объеме, который в декабре и запланировали. Да, конечно, в течение года там тяжелая ситуация была, потому что мы и налог на доходы физических лиц уменьшали. И налоги по применению специальных налоговых режимов тоже уменьшали. Но все это, между тем, позволило нам вовремя, в общем-то, скорректировать расходную часть бюджета и не допустить роста кредиторской задолженности. Вот, кстати, по расходам какая цифра получилась? По расходам бюджет исполнен на уровне 14 миллиардов 928 миллионов рублей. 15 не дотянули, вот здесь тоже разница это в связи с тем, что мы не расходовали на заводы управления, да, и что-то еще? Да, мы не расходовали на заводы управления, и у нас есть ряд платежей, в основном это субвенции, которые носят заявительный характер. Например, компенсация льгот ЖКХ населению. Также в связи с тем, что у нас общеобразовательные учреждения во втором полугодии, ну, точнее, в третьем-четвертом квартале, работали в основном в удаленном режиме, то у нас образовалась существенная экономия областных средств по питанию детей в школах, да, то есть вот эти средства, они оказались неизрасходованы. То есть, если бы не вот эти вот, ну, скажем так, ограничительные меры, да, которые частично привели к тому, что учреждения расходовали гораздо меньше средств, то, конечно, мы бы и по расходам ушли вот за отметку 15 миллиардов рублей. В полном ли объеме реализованы намеченные планы по основным инвестиционным проектам? Да, основные инвестиционные проекты у нас реализованы именно в том финансовом объеме, который мы и планировали. Как я уже сказал, нереализованным, перенесенным пока по срокам у нас остается реставрация завода управления Демидовых. Все остальные проекты реализованы. Это и строительство моста через пруд, благоустройство общественных территорий, дворовых территорий, безопасные и качественные автомобильные дороги, строительство детских садов. То есть все мероприятия выполнены в полном объеме и профинансированы в полном объеме. Давайте еще вот этот нюанс объясним. Почему у нас пока не приступили к реставрации в Нижнем Тагиле вот Демидовского завода управления? Да, в администрации города была подготовлена проектно-сметная документация по реставрации завода управления Демидовых. Но в ходе согласования этой проектно-сметной документации с органами, которые осуществляют контроль, надзор за памятниками культуры, за объектами культурного наследия, а завода управления Демидовых – это именно объект культурного наследия, возникла необходимость существенной переделки подготовленной проектно-сметной документации. И в течение 2020 года подрядчик как раз и занимался тем, что переделывал, дорабатывал данную документацию. И в декабре они, не в декабре, а в октябре они зашли в государственную техническую экспертизу. И вот сейчас, в начале января, февраля, мы ждем, что заключение государственной экспертизы у нас должно появиться. И это позволит нам уже говорить о том, что будем снова заявляться в областной бюджет на софинансирование этого мероприятия, чтобы нас включили в государственные программы Свердловской области. Ну и, конечно же, уже параллельно будем готовить техническую документацию для проведения аукциона. Это имеется в виду конкурс на поиск того, кто отремонтирует, приведет в порядок. Удалось ли в условиях пандемии выплатить заработную плату в бюджетной серии? Несмотря на все ограничения, которые были, снижение доходной части бюджета и секвестирование расходов бюджета, ни в коем, ни в коем образом это не коснулось такой важной и социально защищенной статьи расходов бюджета, как заработная плата. Наоборот, даже в корректировках октября месяца, декабря месяца мы, проводя анализ по обеспеченностью финансовыми средствами на заработную плату, даже еще и ряду отраслей добавляли средства на выплату заработной платы в полном объеме и уплату налогов. Поэтому данные социальные обязательства мы выдержали в полном размере, то есть вся заработная плата выплачена. Задолженности ни по заработной плате, ни по налогам и взносам заработной платы у нас не допущено, отсутствуют. Вот еще такой один момент. Хочется узнать, говорили об инвестиционных проектах, все ли межбюджетные трансферты, за счет которых в той части, в какой они обеспечены должны были быть, поступили в город и расплатились ли с поставщиками работ, с теми, кто работал и непосредственно ремонтировал. Да, как я уже и сказал, что выполнение работ по всем инвестиционным проектам у нас прошло именно в том объеме, который был запланирован на 2020 год. Соответственно, акты выполненных работ были нами подписаны и профинансированы в полном объеме. Естественно, для того, чтобы профинансировать, должны были в город поступить средства областного бюджета, что я и подтверждаю. Да, средства областного бюджета поступили в полном объеме. Это позволило нам не нарушить свои обязательства по оплате. И мы все наши крупные инвестиционные проекты профинансировали. Да, речь-то идет о кредиторке, чтобы не быть потом должниками и через суды не выплачивать дополнительные тампения и все прочее. Ну да, и в этом плане хотелось бы как один из положительных факторов показателей исполнения бюджета отметить, что мы значительно снизили объем кредиторской задолженности на конец 2020 года. Если на начало года она у нас была 206 миллионов рублей, то сейчас на конец года 54 миллиона рублей. И при этом эта кредиторская задолженность, она, ну, скажем так, понятная и контролируемая для нас. Мы находимся в судебных разбирательствах по данной кредиторской задолженности. И как только решения судов будут, тогда уже будет приниматься окончательное решение по уплате этой кредиторской задолженности. То есть там висит вопрос, стоит ли выплачивать ее? Ну да, как решение суда состоится, так, соответственно, мы... Что можно сказать в общих чертах об экономической ситуации в городе? Какие сферы устояли, какие не устояли? Где провал по доходам у каких организаций получился? Где-то, может, наоборот, прибыль больше получили? Что-то можете сказать? Ну, мы сейчас здесь пока еще не получили информацию из органов статистики, да, по которой характеризовало бы более детально состояние определенных отраслей города Нижний Тагил. Но по ряду показателей, а это налоговые поступления в бюджет города, это данные по безработице, наверное, необходимо отметить то, что, например, мы недополучили НДФЛ, налог на доходы физических лиц, от первоначального уровня, который мы планировали. Связано это прежде всего с теми ограничениями, которые по нераспространению коронавирусной инфекции вводились в городе. И, к сожалению, ряд предприятий города, довольно-таки крупных предприятий города, кратковременно вводили и режим простоя, и режим неполной занятости. Да, все это, естественно, приводило к снижению налога на доходы физических лиц. Уменьшился у нас от первоначально запланированных параметров налог по упрощенной системе налогообложения, по единому налогу на вмененный доход, по патентной системе. Связано, опять же, с тем, что основные представители малого предпринимательства здесь, да, и индивидуальные предприниматели, это те, кто работает в сфере услуг, в сфере общественного питания, в сфере торговли, по которым как раз прямые ограничительные меры и действовали вот в течение этого времени. Ну и плюс к этому вводились мероприятия, меры по поддержке этих отраслей, в том числе снижение ставки налога, да, рассрочка по платежам, я имею в виду, например, арендные платежи за землю, за имущество. Все это привело к тому, что, ну вот, данные доходы мы не получали. Ну и в данном случае мы видим, что по поступлениям по налоговым все-таки, да, наши предприятия города, они тяжело переносили вот данную экономическую ситуацию, но на сегодня мы видим, что постепенно поступления стабилизировались, предприятия работают, как видим, точки общественного питания, ну, точки общественного питания у нас организации работают, вроде бы все постепенно стабилизируется. Вот вы упомянули, кстати, еще и про безработицу, в конце прошлого года вы говорили у нас в программе, что снижается, как сейчас тенденция сохранилась? Вот в целом, если говорить, да, про безработицу, как один из показателей деятельности наших предприятий, то тенденция у нас такова. На 1 апреля мы, вот по данным Центра занятости населения, у нас официально зарегистрированных безработных было на уровне 770 человек. Уже по состоянию на 1 мая у нас этот показатель достиг 1900 человек, да, то есть это вал сразу пошел. Пик у нас был на 1 декабря 2020 года, это количество зарегистрированных безработных около 7200 человек. В течение декабря месяца мы уже начали наблюдать тенденцию по снижению уровня безработицы, незначительному, но между тем уже снижение. Однако последняя неделя декабря и вот первые две недели января опять показали рост безработицы, и вот то снижение, которое в декабре было достигнуто, оно, в общем-то, нивелировалось. Но как, в общем-то, мы проанализировали, с центром занятости этот вопрос рассматривали, пришли к выводу, что это, в общем-то, в большей степени какие-то текущие процессы на рынке труда, не связанные с тем, что предприятия сокращались, например, сокращали штат, увольняли людей, что люди пошли на учет, да, которые раньше на учет не вставали. Вот. А за последние две недели января мы снова фиксируем, что пошло снижение уровня безработицы, и на сегодня при пике 7200 мы вышли на уровень 6980 человек безработных. По прогнозу центра занятости населения такая тенденция по снижению у нас, в общем-то, ну, можно сказать, запланирована до конца 2021 года, да, и где-то на уровень 1500-2000 безработных мы ориентируемся, что будет на конец 2021 года. – Как стартовал 2021 год по поступлению в бюджет? Какие ожидания у экономистов, в администрации, предстоящие на текущий финансовый период? – Ну, уже радует то, что мы те доходы, которые запланировали, мы их, можно сказать, получили в полном объеме. Мы пока еще не видим окончательные, заключительные обороты по поступлению доходов, да, но в целом потрясения у нас нет. То есть цифра поступивших доходов, она все равно близка к тем плановым показателям, которые и были запланированы по январю месяцу. Предприятия работают, налоги перечисляют, поэтому это вселяет определенный оптимизм в исполнении 2021 года. – Ну, а вопрос о том, сколько заработал Нижний Тагил в прошлом году и как израсходовал деньги, а также о текущей экономической ситуации. Мы сегодня говорили с заместителем главы администрации по финансо-экономической политике Алексеем Бурдиловым. Благодарю вас за участие в нашей программе. Всего доброго. Смотрите Тагил ДВ. – До свидания. – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok